Гамиль, я знаю, что ты хотел задать такой тон, такую тональность, такую тему созидания через музыку. Я знаю, что у тебя есть огромный опыт и огромное количество советов и рекомендаций, которые могли бы исполнять родители. И это будет для них не так сложно, потому что мы всегда отбираем в своей практике какие-то вещи, которые мы можем вам передать. Вы знаете, что в нашем центре есть такое понятие «домашнее задание для родителей, для ребенка», допустим, на пару дней вперед, на неделю. Это как раз те вещи, которым вы можете сделать самостоятельно при помощи наших пояснений и объяснений. Гамиль, прошу тебя. Вопрос заключается в том, что вы смотрите на ребенка, ребенок смотрит на вас. И созидание, возможно, не только в том случае, если вы что-то... То есть он является вашим как бы автопортретом. Это у меня в последнее время такие философские размышления. Амфал, сиотопохцайды пау. Камиль, но ведь на уровне генетики это... Кроме того, на уровне генетики он является автопортретом вообще миллиона лет назад. То есть в нем, во-первых, то, что еще Гурджиев называл, он говорил, ваши трехмозглые существа, вот эти все ходят по земле. Человека три, там, это была теория трех мозгов. Она существовала во времена Гурджиева, еще там до 40-х или до 50-х годов. И у последователей потом эту тему тоже. Да, ну просто там есть мозжечок, то есть есть рептильный мозг, есть мезоцефалия, центральный мозг, который отвечает за другие, за чувства. И, значит, разумный мозг, неокортекс, который, значит, всего-то ему там 200 тысяч лет развития. Молоденький совсем, да. Молоденький мозг, а другие относятся к миллиардам лет, потому что он как рептилия, человек, он бежит от холода. Но это... Да, поэтому телесные наблюдения для нас очень важны. Тело реагирует быстрее, чем минуя наш интеллект, минуя мозг. Ну да, да, поэтому я это, это я называл немножко, это пограничные состояния, это такая проблема пограничных состояний. Поэтому вопрос в том созидании, я боюсь, что мы стараемся подменить, не мы, но как бы общество подменяет задачу, потому что вот, например, что нас в Армении поразило. Потому что как только мы говорим «дети инвалиды», то есть мы употребляем слово «андикап», которое по-французски совершенно натурально, потому что есть «андикапе», но площадь, там есть место для инвалидов, для автомобилей. Это как бы никто об этом не говорит, потому что это место для особенных людей. Кто же не говорит «для особенных»? Инвалидное место, инвалидная коляска, ну они же, они как бы, они же отличаются, значит, у них есть АТП некое, у них есть там... Ну как бы они, у них есть особенности, ну хорошо. Значит, мы пошли вообще отобратно, мы считаем, что должны быть, дадим особенности всем остальным детям, и дадим себе самим особенности. Тогда мы как бы сравняем детей с особенностями, с самими собой, то есть мы как бы, понимаете, надо создать школу, где все будут... Где норма, не норма, а особенность норма. Особенность является как бы необходимостью, потому что в тот момент, когда я кирпактикуляйте, они говорят «АТП от урисом фомпы». АТП, энергия. Потому что... Каниль, поясни, как ты к этому относишься, что твое мнение по этому поводу. Потому что типизм, как бы, мое мнение самое тяжелое в этом плане, то есть оно очень критичное. Я постоянно встречаюсь, вот созидание через музыку. Что такое музыка? Вот вопросы возникают. Что такое созидание? Потому что если музыка – это застывшая архитектура, то любой звук сам по себе, исходящий из любого музыкального инструмента, он уже есть некое построение, только оно не плотное построение, а эфемерное, но оно существует. Да, оно существует во времени. Ну, понимаете, оно заняло все пространство. Хотя, вроде бы, пространство то же самое осталось, потом она взяла и ушла. То есть, что оно развивается во времени. Конечно, пространство – это звуковой волк. Но именно оно соединяется во времени и в пространстве, потому что оно занимает пустоту и присутствует во времени, потому что оно, как бы, ну, оно одночасно, потому что вы не можете снова тот же звук сыграть. Даже если я его сыграю, то это уже будет все равно другой. Понимаете? Это уже не тот, а уже он снова новый, то есть он вернулся. А у нас, как бы, музыка – это только ретроградная память. Мы можем вспомнить о том, что мы услышали, там, осознать произведение, когда мы его услышали до конца, например. Но мы же не можем его увидеть. Мы можем, если у нас партитура есть. Да, все равно партитуру мы видим, партитуру. Это же не произведение, когда мы слышим что-то. Да, синейтическая система, которая нам позволяет. Потом, например, работа с музыкальными… Просто почему я говорю, что критично? Потому что есть, понимаешь, желание, вот так называемые нормы. Там ребенок должен заниматься на инструменте, и потом проходить зачеты какие-то и добиться какого-то результата. А если это считается нормой, то, как бы, тогда вообще нет никакого смысла. То есть мы будем отделять, да, вопрос вот этой системы, которая навязывается, да, и непосредственно творчество. Ну, просто мы посмотрели результаты, то, что система навязалась, и в системе существует иерархия. Камиль сейчас говорит об учебных заведениях, да, музыкальных школах, колледжах, консерваториях, и вообще системы, в которых дети находятся. И начинал, Камиль, с того, что у нас есть, как бы, такой общественный договор подмена этих понятий. Да, что есть, ну, обучение, а что есть непосредственно система с какими-то этапами. Нет, просто есть воспитание, образование, там, инструктирование, это разные совершенно вещи, понимаете. И системы, там, в Министерстве Эдуки Асюм, во Франции Эдуки, это, значит, воспитать. Это похоже, то есть это вообще считалось, там, в Рейхе тоже было в Министерстве обучения. То есть это образование, значит, вы образовываете кого-то, вы его пытаетесь по вашему образу, как бы, вложить в какой-то кадр, вот, общественного договора, что человек должен соответствовать этой идее, а потом вдруг она через 20 лет в политике поменяется, скажет, нет, эта идея никуда не нужна была, а за это время наломали дров уже, понимаешь. Безусловно, как с кадетами. И у тебя наверняка есть опыты, какие-то рекомендации, вот, созидания. Надо, чтобы, я с этого начал, что вы смотрите не на них, а они смотрят на вас. Поэтому, если родитель может сесть, открыть тетрадку и начать на ней, понимаете, кисточкой что-то делать, то ребенок это сделает. Если у него есть инструмент перед ним, он даже, наверное, в жизни не умел на нем ничего делать, и он начнет пытаться что-то играть, ребенок, у него есть векарный, это называется векарный метод, он посмотрит, подойдет, послушает, обойдет, так, вокруг, не будет ничего делать, потом вы уйдете, поиграв, он подойдет и будет пытаться подражать, хотя бы подражать. И в этот момент уже возникнет, как бы, феномен искусства, потому что искусство есть способ построения именно, а созидание в этом плане. Создание, создание того, чего еще до этого не было. Созидание человеческого существа, то есть духа и, как бы, соединенного с материей, потому что он находится в диалекте. Вот сейчас мы такой сделаем важный очень акцент для родителей. Если на ваших, на занятиях с музыкальными терапевтами или с другими преподавателями вы не видите сразу результата, вы должны понимать, что ребенок все равно все увидел, он все впитал, там, возможно, будет отложенного действия результат. Это будет не на занятия, а позже. И второй очень важный момент, когда ребенок видит, что вы тоже играете на фортепиано или тоже рисуете, он с вами захочет, как бы, приобщиться с вами как игра, как общение, как коммуникация с вами, и это тоже метод и способ обучения. А как мы предполагали, Рома все записывает и конспектирует. Прекрасно, мы потом вы знаете. Мы забываем это сказать, и Камиль и Яну, это нечто для нас нормальное, а для нормальных людей это не нормальное, поэтому мы должны это сказать. Это значит, это заключается в самой сути. Мы определяем ребенка уже полностью наполненным. А школа в 20-м веке, в частности, она воспринимает ребенка как некое пустое существо, которому надо обязательно бить голову какими-то знаниями. И передать, говорить, смотри, знания, делай так, делай вот так, смотри, смотри, слушай, как звучит, та-та-та. Может быть, это наше поколение потерянное, 60-е годы. Что я вижу и что я веку в моей эдукации, это что я хочу сделать, что я хочу сделать, что я хочу сделать, но в этом случае у меня происходит так, что у нас необходимо вынуть, то есть выпустить наружу вещи и знания, которые интуитивны и вообще существуют уже заложены в самом человеке по своей сути. Это значит, ребенку надо оставить пространство выражения. Потому что он может пойти очень, очень далеко, на самом деле. Намного дальше чем это кажется. Потому что внутри него находится драгоценность. То есть, вы знаете, как бы находятся драгоценные камни, вы знаете, там, бриллианты, изумруды. Но он не может прийти туда с молотком и ему вбивать в голову, что надо делать это так, как нам нас учили. А мы ему дали такую модель, которую ему не нравится. И, конечно, в принципе, по-настоящем, где-то, когда он не хочет ставить себя в голову, он начинает Middleman. И для тех детей, которые мы определяем как аутисты, я заметил, что часто, когда мы пытаемся что-то навязать и вбить в голову, они входят в насильственную эмоциональность, они начинают сразу протестовать. И еще, когда мы собираем их еще. И когда у них еще что-то забирают. То есть, наша работа для людей взрослых, именно самим собой, для того, чтобы научиться узнавать и признать ребенка, как бы не в том плане, что он, как бы, ну вот я сказала, эту атипию каждому ребенку. То есть, найти, если, понимаете, вот, например, был такой, я как раз сегодня о нем думал, и был такой ребенок, Герман, он Сантрактус его называет, Герман, значит, подмененный. Он был полностью парализованный, у него было ДЦП тотальное, спастика, он вообще ничего не мог ни делать, ни ходить, ничего, просто его переносили куда-то. Он самый великий музыковед, значит, 11 века, известный на весь мир. Музыковед, математик, астроном, лингвист и ученый, значит, и монах, кроме того. Ну, если бы... Поэтому и ученый, и все остальное. Да, если бы его, то есть, к нему потом начали стекаться толпы вообще людей, потому что он сидел на месте и, как бы, ничего не мог делать, он был контрактирован, а на нем возникла такая башня человеческих знаний, которые до сегодняшнего дня еще действуют. Потому что все... Он развил, например, эту средневековую, то есть, античную игру пифагорейскую, которая называется рифмамахия. Вот еще один совет, значит, занимайтесь математикой. То есть, как бы, чтобы структурировать детей, надо начать с 1, 2, 3, ну, понимаете, чет-нечет, понимаете, в отношении пропорции половина, треть, четверть, пятая часть, шестая часть. То есть, посмотрите, вот эту вот игру, называется рифмамахия, ее как раз Контрактус развивал, он про нее сделал целый трактат. Но это, считается, пифагорейская игра. Опять-таки, в описании к нашему ютубу, да, мы поместим это слово обязательно для того, чтобы родители могли найти. Она потом дошла и до возрождения, и в нее играл Пик Думирандоль, то есть, все вот эти, все просветители итальянские, флорентийские и так далее, они... Я ее, кстати, сделал, она... На этом же основе Гесса писал свой роман «Игра в бисер», потому что это идея, где все связано в этом мире со всем. И она, кстати, прототипом его понятия заключалась именно рифмамахия, то есть, ну, не сама эта игра, но вот именно... Потому что там, когда вы отправляетесь от четных чисел, вдруг добавляете, добавляете, там была игра между белыми и красными, как бы, да, белых христиан и турки они называли, А этот потом двигается четный-четный, и вдруг среди четных оказывается целая когорта нечетных. И это проблема идентичности, опять же, ребенка или там человека, потому что... Ведь не существует армянских аутистов, или грузинских аутистов, или еврейских аутистов. Или в целом аутистов, потому что это каждый раз индивидуальная картина, индивидуальная. А при этом, что люди все себя почему-то идентифицируют по национальности, говорят, мы армяне, мы грузины, мы евреи, мы русские, там. Значит, существует что-то донационального, правильно? Мы бы, да, мы хотели еще сакцентировать такую очень важную вещь. Первую это то, что когда мы обучаем ребенка чему-то, да, то есть мы не делаем это, ну, вот таким вот, знаете, power, да, так, сила. Мы создаем такую атмосферу для ребенка, когда он готов принять от нас эти знания, готов их усваивать. То есть это, ну, вот это тоже искусство, да, наших занятий. То есть та атмосфера, где он чувствует себя хорошо, комфортно, экологично для себя. И только тогда получается вот этот процесс. И переводя с Камиле на родительский язык, да, мы хотим сказать, что все связано со всем. Почему на наших занятиях, может, это называется музыкальная терапия, входит в понятие глобальной сферы арт-терапии. Но мы затрагиваем все каналы визуальные, когда мы рисуем, киноэстетические, когда мы играем с детьми, да, то есть звуковой аудиоканал, когда мы поем, слушаем музыку, да, говорим или звучим. То есть телесные все наши практики, которые связаны, удары на барабанах или игра на инструментах, это все вот киноэстетика. То есть все эти каналы мы хотим, ну, цельность, да, цельность мира, цельность ребенка, цельность работы этих каналов. И поэтому мы используем в своей работе очень много смежных методик, смежных техник, бесконечно объединяемся в нашей работе. Я, например, как музыкальный терапевт с Аркадием, с арт-терапевтом, с Катей, которая занимается именно телесной, да, терапией, телесными практиками. А у Камиля есть свой очень большой опыт, да, вот связи этих вещей, какие-то вот советы родителей, что-то, что они могли бы сделать сами с детьми, послушав нас с тобой. Какая-то такая практическая часть из твоей богатой опыта работы. Ну, все равно, вот опять я к этому возвращаюсь, к тому, что нужно, чтобы родители над собой работали, да, тогда они смогут работать с детьми. Когда они, то есть они, потому что практически невозможно сказать, делать, делать, то есть дать инструкцию, как научиться или там натянуть струну, или обладать, владеть интервалами, и сказать, что вот, она чисто построена, ну, потому что это уже не принято, сегодня тоже уже нет ничего, понимаешь? Я поэтому обставил... Интуитивное музицирование, интуитивный танец. Интуитивный лупника, это самый лучший способ. Интуитивный реисованный. Просто, что очень интересное, потому что Камиля, это пропозитор, музыкант профессиональный, 4-м генерации. Сабина хочет сказать, что это довольно слово, вот она сейчас берется за меня, как бы начинает меня переводить, теперь с ее стороны. Нет, она, нет, я имею в виду, что она не, она говорит, что Камиля, он в четвертом поколении музыкант, профессиональный музыкант, поэтому и композитор, и когда он работает, он работает. Я вставляю, как бы, мое сочинение с детьми, это инклюзивный метод, которым я, как бы, это сеанс совместной игры и так далее, то есть я строю, я могу это расписать, наверное, на очень, на тонкие разные детали, но никто это не поймет все равно, потому что это будет и не нужно. Но результат, как бы, кому же мы не ищем результат, а именно сам процесс происходит, и от него возникают результаты все равно, очень важно, они хотят вернуться всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!